Вопрос с обеспечением детей-сирот жилыми помещениями на территорию округа будет решен. Окружные парламентарии одобрили к принятию в окончательном чтении изменения в соответствующий проект закона. В новой редакции предусмотрено выделение благоустроенных жилых домов или квартир не только по месту жительства детей-сирот, но и в любом населенном пункте округа. Кроме того, окружной бюджет берет обязательства по уплате коммунальных услуг для детей-сирот во время их обучения по очной форме, прохождении воинской службы или лечения. Такой льготой собственники-сироты смогут воспользоваться в случае, если помещение не удастся сдать в аренду. На заседании озвучили информацию об обеспечении бесплатным полноценным питанием детей в возрасте до трех лет. В месячный набор продуктов входят каши, сухие молочные смеси и кефир. На реализацию этой меры соцподдержки управлению здравоохранения округа выделено в этом году больше 32 миллионов рублей. Как заверили представители здравоохранения, полноценное бесплатное питание детям в возрасте до трех лет представляется в полном объеме. Изменили норму, когда раньше обеспечивалось по заключению врача, то есть врач оценивал состояние ребенка, делал заключение, стоит ли выписывать дополнительное питание. Сейчас эта норма исключена и всем детям, вне зависимости от мнения врача, выписывается детское питание.